Отец Небесный Господи, увидеть то величие нашего спасения. Господи, мы как всегда нуждаемся в Тебе, поэтому просим, благослови весь Его служение. Благослови то Слово, которое будет сегодня звучать. Господи, благослови наши сердца, чтобы они были способными принимать это Слово и приносить плотный, Господи, для Твоего Царствия. Отец Наш Небесный, все это просим во имя Иисуса Христа, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Вместе с учебением будем петь и сборник номер 13. Скажи мне весть благую, скажи спасительную про смерть и жизнь святой и про Твою. и про Твою любую. Божьи. Скажи мне весть спасения, так просто, как дитя. Устал я от вожденья, посуевным путям. Божьи. 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 Горь. Субтитры подогнали Симон. 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 этой земле, по великой милости Божьей, по Его великой любви, мы можем сегодня радоваться и благодарить Господа за три привилегии, которые мы получили от Него. Это привилегии спасенного человека, того, который является частью Церкви Христовой. Какие это привилегии? В пятом стихе мы прочитали, это жизнь со Христом, оживотворил со Христом. Вот ключевая фраза. Оживотворил с Ним, как Христос умер на кресте, был погребен и воскрес. Вот и верующий в Иисуса Христа, Он оживляется, по вере оживляется с Иисусом Христом для жизни вечной. Восстанавливается вот та уделенная гармония. И Иисус Христос, как источник вечной жизни, Он дает эту жизнь вечную. Он восстанавливает эту гармонию. Как мы читаем в Евангелии Иоанна, 14 глава, 19 стих, Иисус Христос говорит о себе, как об источнике жизни вечной. Я живу, и вы будете жить. Кому это он сказал? Он сказал это своим последователям. Я живу, и вы будете жить. Вот надежда христианина. И в то же самое время это реалии сегодняшнего дня, спасенного человека, который возрожден Духом Святым, который в то же самое мгновение стал частью Церкви Христовой, оживотворенным с Иисусом Христом. За что нужно быть благодарными Господу. С этим следует следующее привилегие. Вот шестой стих. И воскресил с Ним. Мы были совоскрешены со Христом. Бог воскресил нас с Ним, со Христом. Мы были далеки от Бога. И по преступлениям мы прочитали два раза, мы обратили на это внимание. Во второй главе, по крайней мере, упоминается. Мертвые по грехам. Мертвые по преступлениям. Мертвые по грехам. Вот так Господь смотрит на человека. Он мертвый по грехам. Но, я еще раз хочу это повторить, по своей любви. Бог богат и милостью. Он дает жизнь человеку земную. Он смерть отодвигает на какое-то время вперед, чтобы человек познал Бога. Чтобы он был воскрешен по вере с Иисусом Христом. Воскрешение. Воскресил нас с Ним. Господь воскресил с Ним. И мы об этом читаем в первом послании Коринфяна, 15 глава, 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. Как Иисус Христос умер, Он был погребен, но Он воскрес. И Он стал первенцем из умерших. Он первенец. 23 стих. Речь идет о том, что воскрес не в каждой своем порядке. Первенец Христос. Потом Христовы в пришествии Его. Таким образом, братья и сестры, вот еще одна привилегия христианина. Конечно, в первом послании Коринфяна, 15 главе, апостол Павел говорит о событии в будущем. О том, что произойдет, когда Иисус Христос будет церковь свою брать. Мы воскресли. Но в то же самое время, уже сейчас, будучи воскресшими с Иисусом Христом, для жизни новой, для жизни вечной, мы уже сейчас предвкушаем вот то наше вечное общение со Христом. О чем в первом послании Коринфяна мы прочитали, когда мертвые во Христе воскреснут прежде, но мы потом изменимся. Каждый в своем порядке мы прочитали. Первый не с Христос, потом Христовы. И так всегда с Господом к людям. Итак, оживотворился Христом. Первое. Воскресил с Ним. В-третьих. Посадил на небесах во Христе Иисусе. Посадил на небесах во Христе Иисусе. Это великое привилегие спасенного человека, братья и сестры. Это та уверенность, которая далется Духом Святым, рожденному свыше человеку. Мы принадлежим духовному миру, небесному миру, той сфере, где Господь пребывает. Мы посажены на небесах во Христе Иисусе. Еще раз хочу подчеркнуть, это привилегия спасенного человека. Посажен на небесах во Христе Иисусе. И вот за все это нам нужно быть благодарными Господу. Спасенный человек имеет огромнейшую привилегию, в отличие от других людей. Мы были оживотворены со Христом, воскрешены, посажены во Христе на небесах. Это так. Но мы еще живем на земле. Господь по своей милости еще дает нам дни жизни. И таким образом наша земная жизнь еще идет. Она приближается к своему завершению. И это факты, мы с этим фактом сталкиваемся. Наша земная жизнь с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем идет к завершению. Вот привилегия спасенного человека, что уже на земле, начала свой разбег жизнь вечная. Это та жизнь, которую дал Иисус Христос. Он источник жизни вечной. Начала разбег вечная жизнь. Она ведет нас за пределы этой земной жизни. Поэтому христианин, спасенный человек, он живет на стыке этих двух эпох. Ветхой эпохи, которая заканчивает свой бег. И новой эпохи, эпохи вечности, которая уже на земле начала свой разбег. Поэтому, братья и сестры, сейчас, когда мы будем молиться, нам нужно помнить о нашей ответственности перед Богом. Это жить свято. Это жить, как спасенный человек. Это пользоваться той возможностью, что дает нам Господь. Прославлять Его, трудиться для Него, свидетельствовать другим о Нем. И, с другой стороны, будем благодарными Господу. Будем благодарными за смерть на кресте Иисуса Христа. Потому что это было великое искупительное деяние Господа. Мы были ошиботворены со Христом таким образом. Мы совоскресли с Ним. И мы были посажены на небесах во Христе Иисусе. Аминь. Помогите. Отец наш Небесный, через послание к Ефесиным Ты открываешь нам Себя, свой характер, свои деяния. Открываешь свою любовь и свое милосердие, за что мы сердечно благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что к нам лично Ты проявил свою любовь в нашем спасении. Вот тогда, когда мы обратились в молитвы покаяния, Ты спас нас и возродил нас. Мы благодарны за эту привилегию, которую Ты даешь нам в Иисусе Христе. За жизнь с Ним. За то, что Ты воскресил нас с Ним. За то, что мы принадлежим к небу. Принадлежим к той сфере, где Ты обитаешь. Но живя на земле, помоги нам, Господи, помнить о нашей ответственности. Жить свято. Жить для славы Твоей. Помоги нам, Господи, в этом. Жить так, чтобы прославлять Тебя. Благослови нас и дальше в этом служении. И то, о чем мы будем слышать о страданиях Иисуса Христа, Его смерти. То, что мы будем воспевать, Господи. Помоги нам испытать вот это чувство благодарности Тебе. И будь действительно благодарными Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 В Иерусалим, вдоль Павлия до Мороза, Как алма на всем пути, как при крови, будто маки расцвели. Но он выбрал ту дорогу, чтоб открыть нам мир. Иерусалим, вдоль Павлия до Мороза, Иерусалим, вдоль Павлия до Мороза, Иерусалим, вдоль Павлия до Мороза, Иерусалим, вдоль Павлия, Иерусалим, вдоль Павлия, Иерусалим, вдоль Павлия до Мороза, Иерусалим, вдоль Павлия до Мороза, Иерусалим, вдоль Павлия, Иерусалим, вдоль Павлия до Мороза, 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 Друзья, дорогие, сегодня снова необычный день, когда 13 лет и вино, я думаю, что это необычный день для каждого. И это время, когда мы переживаем, думаем о нашем праве, участие. Но я сегодня хочу поговорить, и вместе с вами мы будем рассуждать, читать места Писания об этом дне, как о Дне Победы. Во-первых, Первое Послание к Коринфянам, 11 глава, 24 стих, обратите внимание, Иисус Христос, когда взял хлеб, написано, Он возблагодарил, проломил и сказал, проломите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. И мы читаем с вами 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Друзья, дорогие, это же Первое Послание к Коринфянам, 15 глава, 55 по 57 стих. «Смерть, где твоя жало? А где твоя победа? Жало же смерти, грех, а сила, греха, закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Братья и сестры, обыкновенно, мне кажется, наверное, в каждом народе есть свои праздники. И я нигде никогда не слыхал, чтобы какой-нибудь народ праздновал день своего поражения, день пленения своего, день, когда столицу разрушили. Обыкновенно, у народа есть свой день победы. Из года в год празднуют день победы. Вы помните в книге «Извирь», 9 глава, тогда, когда враг замыслил, там плену в Вавилоне уничтожить народы израильские. Замысленно было Аманом и хитро, знаете, так обставлено, законы разосланы были. В определенный день нужно было убить всех представителей народа израильского. Во всех пределах этого царства. И когда Бог вмешался, когда это было раскрыто, и Бог вмешался, и чудесным образом народ был спасен, Вы помните, что не просто спасен, не просто народ сохранил себя, как нацию, как народ Божий, кленов, там, а народ еще и всех врагов своих победил. Дано было право, царем подписан указ и разрешение в тот день, который не могли отменить дня сражения двух сил, сил зла и сил света, в этот день народ израильский мог наказать своих врагов. И они были наказаны. И первым сначала до всего этого был наказан тот, который приготовил высокое дерево для Мордахея, и оказалось, что это было для него. Точно так, братья и святы, как сегодня мы вспоминаем. Дьявол приготовил крест для Иисуса Христа, но на кресте был поражен дьявол. Мы об этом дальше будем говорить. Дьявол думал, что вот на кресте, на этом дереве будет распят Сын Божий, и все будет закончено с победой. Но оказалось наоборот. Победа произошла, но на тьявол. Кровь Иисуса Христа написана в Откровении, мы читаем, что они победили его кровью анца. Когда сатана в лютой ярости сходит, когда сатана в лютой ярости обрушивается на людей, то самое сильное страницство – это кровь Иисуса Христа. Они победили его кровью анца и словом свидетельства своего. Ну и, конечно, нужно было отвернуть себя. И тогда, когда произошла победа у иудеев, когда произошла победа над всем замыслом Маргахе, Амана, над всем замыслом Амана, то был установлен праздник. Книга Иисус Христа, 9 глава, 25 стих. Ну, это часть того принятия праздника. Почему? И как Иисус Христа дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысл Амана, который он задумал, это 25 стих, на иудеев, обратился на голову его, и человеку весили его, и сыновей его надрели. А 26 стих. Вот ему и назвали эти дни, два дня, Пурим под имени Пур. Поэтому согласно со всеми словами с его письма, и с тем, что сами видели, и до чего доходило у них, восстановили иудеи, и приняли на себя, и на детей свои, и на всех присоединившихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня по подписанному у них, и в свое время для них, и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны, и празднуемы во все роды. В каждом племени, в каждой области, в каждом городе, чтобы дни эти Пурим не изменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей. Вот такое постановление сделали. Произошла победа, и установили два определенных дня, каждый год, обязательно праздновать, и праздновать не 50 лет, не 70, а сказано было, что мы праздновали во все роды, чтобы не исчезла память, и дети должны подключаться, дети должны знать, и поколение из поколения, передавалось знание победы. Братья и сестры, это была победа в одном народе. Но мы сегодня с вами отмечаем, и каждый месяц мы это делаем, так было установлено. Хотя вначале апостолы постановили, и даже Иисус Христос сам сказал всякий раз, когда идите в Лепсию, и в Чарльцею смерть Господней возвещаете. Но так как в Израиле был день Пасхи своей, день памяти заколания того, заколания того амца, который принесен был при выходе из Египта, чтобы помазать косяки дверей, и в Израиле должен был из года в год постоянно праздновать эту память, собираться на эту пасхальную вечерину, на эту заместительную жертву, которая стала победой для израильтян и поражением для египтян. Каждый раз, когда речь идет о победе, всегда идет речь о том, что кто-то оказался пораженным, и кто-то оказался победителем. Победа там, где есть победители, где есть победа. И то, что произошло, допустим, в нашем народе, когда праздновали день победы 9 мая, это было очень важно для того поколения, которое тогда жило. Мои родители прошли войну, есть сейчас в церкви люди, которых называют дети войны, и так дальше. Мы имеем много книг, свидетельств, еще рассказы о том трагичном времени. Есть музеи, которые рассказывают о трагедии войны. Это было ужасное время. Теперь у нас своя проблема есть, и вы знаете, тысячи погибших, каждый день сообщают о погибших, и мы молимся, мы хотим, чтобы народ успокоился, чтобы была тоже победа, чтобы снова был какой-то день победы праздновать. Мы хотим, чтобы был мир, друзья дорогие, но мир приходит только через победу. Только когда враг побежден. Только тогда, когда враг уходит. Вот когда наступает мир. То, что мы с вами вспоминаем сегодня, то, что нам было завещано Иисусом Христом всякий раз это делать, всякий раз совершать и вспоминать, когда берем хлеб и пьем эту частку, нам дало это потому, что это была победа. Самое сильное сражение, знаете, война, это сражение, но победа, там, когда столица взята, когда очаг, когда главное было взято, главное место врага было взято. Друзья дорогие, и мы прочитали с вами первое послание Коринфянам 15 глава, такой вопрос, смерть, где твоя жалоба? Мы читаем, в слове, болен, последний, враг истребится, смерть. Смерть, это последний враг. И здесь вопрос, смерть, где твоя жалоба? А где твоя победа? Смерть, друзья, это самое для человечества печальное событие. Сегодня, правильно, говорил о том, что Билли Грэм отошел в вечность. Это был известный проповедник. Он остался в памяти, здесь, может быть, есть еще те, кто бывал в Москве, на первых его проповедях на Олимпийском стадионе. Мы недавно просматривали видеозапись того выступления, той проповеди. И я там увидел запорожцев наших некоторых на отдельных трибунах, были там где-то рядом те, кто ездил туда, там многие ездили из Запорожья. Огромный стадион был наполнен и Билли Грэм проповедовал о Иисусе Христе распятом. Друзья дорогие, он говорил, что победа произошла на кресте, когда Христос был распят между двумя крестами, между двумя разбойниками. Но сам Билли Грэм проповедник, который проповедовал перед миллионами людей за свою жизнь, вот, после девяти, девяносто девяти лет, на сотом году жизни, было дозвано Господом в вечность, и, знаете, очень известная личность, очень такие похороны необычные были, и он отошел в вечность. И он правда сказал, что это не смерть, это переход. Вчера вечером ушел в вечность наш брат. Диакон церкви, сын представителя церкви, Свободянника Виктора Антоновича, который остался в памяти нашей церкви, и как служитель. Труднейшее время Виктора Антоновича начнёт служение, когда за каждого проповедника могли вызывать, могли штрафовать, запрещали постоянно, запреты всякие, когда нужно было отстоять истину, это было трудное время. И тогда, когда они переехали, Лидий Викторович стал руководителем молодёжи, у нас здесь Виктор Антонович было пять детей, все верующие, и Лидий Викторович был руководителем молодёжи, позже был из Брандиата на церкви. И вот вчера он сплоть вечером его отозвал. Братья и сёстры, и когда мне сообщили, что вот десять минут назад отошёл вечность, мои первые слова были слава Богу, потому что ему было очень тяжело, потому что он очень страдал вот этот переход, вот это приближение, это скорбь, друзья дорогие, это скорбь, это печаль, это тяжело было, когда и дышать трудно, когда встать трудно, когда повернуться невозможно, это было тяжело, но это, знаете, в глазах людей это печаль, уже не поговоришь, уже не спросишь, уже не расскажешь ничего, ни истории, ни планов, но друзья дорогие, мы верим в то, что жизнь вечная, есть, и её приобрёл Иисус Христос, Он веровал в Иисуса Христа, Он веровал, и когда будет погребение, завтра, то мы ещё много её слышим, но я хочу сказать другое, друзья, смерть, она всегда печальна, смерть всегда трагична, на земле, смерть, она всегда, знаете, осмысливание того, что мы на земле временно, что мы на земле очень быстро проходим этот период и оставляем эту землю, смерть была следствием греха, Бог сказал, день, который вкусишь, смертью умрёшь, и вот апостол Павел пишет сначала о вознесении церкви, а потом перед смертью, где твоя жала, знаете, у смерти есть жала, я вырос, у дяди пчёлы были, и пчёлы иногда жалили, но я узнал в своё время, что пчела может ужалить только один раз, она два раза не жалила, жало её остаётся, она ужалила, и потом она без жала, она теряет жало, друзья, дорогие, как точно дьявол ужалил Иисуса Христа, смерть ужалила Иисуса Христа один раз на кресте, и теперь у дьявола не стало силы, теперь у него была забрана сила, он теперь не может ужалить, он остался хитрым, заманывающим в ловушку, которая лишает нас радости, мира, и эта ловушка грех, как он Еву заманил в грех, так и сегодня он заманывает нас в грех, я сегодня хочу вместе с вами прочитать место, то ещё место писания об опасностях, которые для нас на пути, мы празднуем день победы, это день победы, братья и сёстры, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом, день воспоминания страданий Господа это день победы, который совершил он, всегда есть главные герои, всегда герои памяти кисляли, всегда герои, знаете, какое-то воспоминание, имена не постаются в истории, многие, многие участвовали, многие погибли, но герои, и самый главный герой это Иисус Христос, в этой победе единственный, единственный, кто стал самым главным героем победы, это Иисус Христос, потому, что в нем не было греха, потому, что на нем не было греха, потому, что он не сделал никакого греха, агнец чистый, который мог стать в проломе за народ, ведь в завете мы вспомним, помните слова, Бог говорит, я искал у них человека, который стал в проломе, но я не нашел, среди людей не нашел человека стать в проломе, но Иисус Христос нашелся, Сын Божий, которого Бог послал, Бог воплотившийся, он стал в этом проломе, и сегодня мы отмечаем День Победы, и вопрос смерти, где твоя жалоба, а где твоя победа, где, у она не стала победы, братья и сестры, у она не стала вот этого жалоба, почему, потому, что жалоб смерти грех, а сила греха закон, и Христос грех пригвоздил ко Кресту, знаете, так ярко заявляет Петр, так серьезно, это, знаете, наши любимые слова, 1 Петра, 2 глава, 24 стих, это прекрасные слова, вот, вот где произошло, он грехи наши сам возмерстел он своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды, ранами его вы исцелились, ранами его вы исцелились, друзья, дорогие, вот, где произошла победа, и поэтому апостол Павел, в этом первом послании, где описывают много поражений, верующих, где описывают поражения в характере, поражения в борьбе с грехом, поражения в взаимоотношениях, в этом послании очень много поражений описано, но подводит тому, что смерть побеждена, что будет воскресение мертвых, и он подводит тому, что и заявляет благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Друзья, а в нашей жизни нануждаем себя победе? Нануждаем себя победе. Есть несколько сфер, в которых особенно мы должны нуждаться в победе. Первая сфера плоть, вторая дьявол и третья мир. Вот три таких опасности больших, самые главные для нас с вами, и мы нуждаемся каждый день жить в этой победе. Знаете, когда-то у нас был однодневный лагерь, сделали наши дети солью целую кормушек, если дети помнят, да? Помнишь? Кормушек сделали, понесли, и это у многих эти кормушки дома есть, и вы туда ложитесь зимой, когда снег, птичкам в гору. Мы это сделали перед окном, и эта кормушка наша старенькая, надо будет новую делать со временем. Мы туда, когда снег выдалет, птичкам с этим пищем. Мне приятно наблюдать интересно за ними, и особенно интересно за синичками. Такие деликатные, аккуратные, красивые, скромные птички. Они не будут ломиться, как птички. Они всегда выбирают место, они всегда скромно туда. Но я наблюдал, я очень люблю свинечек, чирикают так интересно, звуки рано утром издают особо нравится. Мне своей культурой, своей красотой, такой скромностью. Но их опасности есть. Я много раз наблюдал, как подкрадывается кошка к ним. даже были случаи, когда приносил кот наш, приносил семечку мертвую, поймал, удалось поразить. Я наблюдал, самое большое, я думал, только взрослых, летающих. Нет. Даже тех новорожденных большая опасность. Пролетает сурока, заглядывает в мертвое, вытаскивает птенечку, бросает на землю и потом съедает. Вы думаете, детей дьявол не ловит. Они сидят в собрании, но их дьявол ловит. Их отвлекают, вытаскивают. Они вроде были тут, но их вытаскивают. Кто-то из них играется, кто-то из них рисует, кто-то из них не слушает, они вытащены. Они просто вытащены отсюда. Суроков носят. Знаете, птицы склевывают, дьявол склевывает в дорогу. Очень легко. Я наблюдал, как эти маленькие новорожденные птички вытащили суроков и брошены на землю. И она потом на земле ездила. Мне так больно было, где я не мог защитить. Потому что невозможно. Друзья дорогие, и наше пребывание в этом мире, оно постоянно под опасность. Мы пришли, мы уверовали, мы сегодня слышали, что мы посажены на небесах, но мы еще здесь в плоте. И здесь есть опасность, опасность потерять, опасность где-то оказаться побежденным. Об этом написано побежденным. Об этом пророк Исаия пишет всем грешникам и грешникам погибель. Об этом пишет Исаия. Об этом в посланнике евреев написано, что даже некоторых обновлять покаянием уже невозможно. Ныне об этом хочу говорить. Смотрите, мы прочитали местописание, что враг, который постоянно нам угрожает, постоянно лишает силы. Он близко с нами. Он даже в собрании приходит с нами. Мы читаем послание Римяна, 7 глава с 18 по 25 стих. Римяна, 7 глава с 18 по 25 «Ибо знаю, что не живет во мне то есть в плоте моей доброй, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать он того не нахожу». И у вас так. Доброго, которого хочу, не делаю, злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, пролежут не злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закон ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашем. Моготочку поставить. Вот на это. Кто избавит Бога моего Иисусом Христом Господом нашем. Братья и сестры, в рам нас постоянно мы замечаем наши самые добрые решения, самые лучшие планы послужить, проявить свет, быть солью, они рушатся. Где-то мы не устояли, где-то мы не поборствовали, где-то мы проявили свой характер, где-то наши нервы стали, где-то наши планы рухлые. И мы снова плачем, мы снова как Петр, братья и сестры. Что Петр хотел отрекаться? Не хотел. Петр заявлял, что я умру. Но не умрел, потрехся. И горько плакал. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут, писал гим поэт. Бывают такие минуты, когда вы плачете о своих падениях. Они небольшие может быть. Может быть ваша совесть сломалась. Может быть вы не выдержали. Может быть проявили себя не с лучшей стороны. Друзья дорогие, но это остается поражением. Вы плачете. Мы плачем в какие моменты. И это враг вот вот тут надо борься. Тут нужна победа. И апостол Павел заявляет Господом Иисусом Христом почему празднуем этот день победы. Друзья дорогие, демон был есть. Третья часть ангелов была увлечена за отступившим ангелом. За тем, который был на тех постановках Херубим осеняющий. И вот теперь они все заняты одним. Он человек убийца. Он враг человеческой жизни. Он враг человеческого будущего. Он враг нашей вечности. Он враг христианства. Он враг всего человечества. И мы читаем апостол Петр пишет первое послание Петра 5 глава 8 стих. Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник варь дьявола ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Трезвитесь, бодствуйте. Это верующие, это спасенные, братья и сестры. И смотрите, послание, первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих, 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих, мы читаем. Кто делает грех, тот дьявол. То есть попал уже, уже поймался в капкан. Но тот дьявол, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Кто разрушил? Иисус Христос. Кто победитель? Иисус Христос. Братья и сестры, победа над нами, победа над нашими слабостями в Иисусе Христе. Победа над дьяволом в Иисусе Христе. Нам нужно единственное трезвиться и бодство. Нам нужно не давать ему места, пишет апостол Павел в посланной Девисянам. Не давайте место дьяволу. И Иоанн пишет о том, что грех и есть место. Когда мы разрешаем себе, когда мы разрешаем в мыслях, словах, в деле, чем-то согрешить, мы даем место. Поэтому трезвитесь, бодскрите, ибо противник варь дьявол ходит, как рыбную щелеву, ища для всего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. У нас есть сегодня победа над грехом. Это крест. И мы сегодня празднуем День Победы, мы вспоминаем сегодня тело Христа мимо это и было Голгофа, это был крест. И третий, братья и сестры, откуда опасно, где нужна победа наша. Мы уже говорили о том, что нами самими, над дьяволом совершена победа. И мы читаем теперь послание римлянам 12-го 2-й стих победа над миром. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Не сообразуйтесь веком. Этот век он назвал поднимание этот век миром. Галатам 1-я глава, 3-й и 4-й стих мы читали, мы вспомним эти слова снова. «Благодарю вам и миру Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя, обратите внимание, отдал себя самому за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, поле Бога и Отца нашего». Братья и сёстры, Гогово это место, где отдал себя Христос, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Он отдал за грехи. Грехи был тот, кто соединял нас с этим веком. Этот век это разлагающийся труп, который все больше и больше разлагается. и Бог нас спас отсюда, и разложение это грех. Братья и сёстры, и Христос взял грех на себя и избавил нас от настоящего лукавого века. Лукавый век, то есть заманывающий век, век, который, знаете, хитростью обходит и вовлекает человека к себе. И, друзья, дорогие, Бог избавил. Знаете, есть такое серьезное продостережение, которое Павел писал во втором послании к Корыбинам. Мы читаем 6 глава с 14 по 17 стих. Смотрите, как надо с этим веком поступить. Не преклоняйтесь под чужое ярмось неверное. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего света с тьмой? Какое согласие между Христом Бриллианом? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность Храма Божия с идолами? Ибо вы Храм Бога живого. Как сказал Бог, все люди с них и будут ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я прям у вас. Дорогие друзья, А если телевизор в доме? Или компьютер, в котором зависит куда, что двинется, не успели двинуть, или такой грех выползет? Молодежь знает, да, как грехи выползают? А вы делитесь, а не прикасайтесь к нечистому. Друзья другие, а мы приходим в общество, которое не верит в Бога, которое сверхословит, уже в школьнике сегодня пропитаны сквернословием в классах столько матерщины, сегодня столько руганий в среде детей, детки идут по улице сквернословием. Уже сегодня мир проникает очень рано, сорока этого греха достает из гнезда. Друзья дорогие, сегодня это большая проблема, и защитить себя мы сами не можем. Мы должны сегодня на логову, мы должны сегодня быть на кресте, мы должны сегодня понимать где опасность, откуда она проходит. Вы все знаете, что такое термос, да? Вы покупаете, сейчас дорогие термоса, потому что сделать его не просто из нержавейки, лесостекла, особенно из нержавейки хочется иметь такой прочный, что надо надолго, но смотришь, со временем перестал держать тепло. Вы заливаете кипяток, постояло немножко, уже остыл, быстро остыл. Задача термоса сохранить, да? Вот залили горячее, чтобы сохранилось горячее, залили холодное, чтобы сохранилось холодное, то есть сохранить. и вся сила термоса и его значение в том, что граница стоит между внутренним и наружным вакуумом. Как только теряется вакуум, термос перестает работать. Он обычная посудина, в которой быстро все остывает. И пропадают деньги ваши. Друзья дорогие, дьявол старается сегодня, чтобы не было вакуумом между миром и церковью. Поэтому столько программ придумано. Поэтому столько придумано сегодня фильмов. Столько придумано сегодня ловушек. Знаете, начинают все с хорошего. Я говорил, что ни один алкоголик не думал начну пить и стану алкоголиком. Но начинал и стал алкоголиком. Ни наркоман не думал, что начну уколоться и в 25 лет умру. Никто не думал. Я его ловил на удовольствие. Я вот сегодня ловил людей на удовольствие. Друзья, и исчезает вот этот бакуум. Исчезает эта граница. И там, где нет границы, все, термос не работает. Это обычно, как все. Только форма другая, только красивее. Только дорогу стоит. Но он теряет, совершенно теряет. отмечает. Поэтому сейчас, когда мы будем молиться, братья и сестры, давайте благодарить Господа, что Бог даровал победу. Мы сами не можем, но апостол Павел заявляет, все могу в укрепляющей меня Господе Иисусе Христе. И это действительно день победы. И мы действительно сегодня празднуем, мы сегодня отмечаем, не то, что мы такие хорошенькие, нам удалось сохранить себя в этом месяце. Нет, друзья, мы сегодня можем сказать, Господи, Ты сохранил, Ты провел, Ты был с нами, Ты помог нам, и поэтому сегодня мы Твое имя, мы Твое мимое тело вспоминаем, мы Твою кровь пролитую, победа совершилась на кресте, враг задумал и сделал крест для поражения Иисуса Христа, но враг был распят, потому что грех был предвожден к Христу, и дьявол потерял инструмент. Мы сегодня в Господе, мы сегодня Его благодарим, мы Его прославляем, и мы празднуем День Победы. Аминь. Если есть желающие покаяться сегодня, обратиться к Господу вы можете сейчас, обратиться к Господу с покаянием, если есть, если есть, кто желал, бы начать для Господа жить. Я могу сказать, Отец наш Небесный, Господь наш, мы благодарны Тебе сегодня за то, что Иисус Христос умер за нас на кресте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты совершил победу. Мы говорим вместе с апостолом Павлом благодарение Богу, даровавшему нам победу. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал победу нам с нами самими. Мы себя не могли бы победить, но Ты дал победу с нами самими, над нашей плоти прихованной. Мы благодарим Тебя, что Ты дал победу над дьяволом. Мы благодарим Тебя, Господь, сегодня, что Ты дал победу над миром. Мы живем в этом мире, но мы не от мира. мир не любит нас, потому что мы не от него. Если мы были от мира, любит нас, но это победа золотая. И мы сегодня просим Тебя, Господь, помоги жить в этой победе, потому что в конце мы будем с Тобой вечно, мы будем царствовать с Тобою, мы будем там, где Ты, мы будем с Тобою Иисус Христос всегда, поэтому сохрани нас, благослови и помоги с радостью участвовать в вечере Господней. Аминь. Аминь. Сердце возбивших прав, делала мимо и свято, дай не вспомнить нам, дай не вспомнить нам, чтобы ясней спаситель, жертву Твою моя, принять, в силе крови пролитой жизнь Твою воскринять, жизнь Твою воскринять. Дай нам спаситель достойно святыню Твою принять, дай нам спаситель достойно святыню Твою принять, за подвиг великий Голдовский поверь и тебя прославлять.